Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. 150 самарских детей отправились на отдых в Краснодарский край. На улице холодно, зато в цирке жарко. Экзотических животных в Самару привез королевский цирк. Все на футбол. В Самаре стартовал турнир «Кожаный мяч». Дыша духами и туманом, совсем скоро Самара заблагоухает цветочными ароматами и расцветет яркими красками. В городе работает программа «Цветущая Самара». Городские власти украшают улицы и привлекают к этому бизнесменов и обычных горожан. Каждый может украсить территорию цветами. О том, как самарцы стали садовниками, расскажет Марина Матвейшина. Цветочное царство в одном отдельно взятом дворе. Вера Родионова начала создавать его, как только переехала в этот дом более 10 лет назад. Тогда в дворе было много садовой мальвы, которая росла сама по себе. Но хотелось чего-то более стильного и изысканного. Такого, что удивило бы всех – и жителей дома, и прохожих. В основном многолетники. Сажаю многолетники, потому что с ними проще в уходе. Они не требуют таких трудозатрат. И очень благодарные цветы. Пионы, ирисы, бадан, гехера, футуи у нас есть. Рябинник. Просто красиво в городе. Красиво около своего подъезда. Даже люди проходят и говорят, у вас лучший подъезд. Цветочных дел мастерам зеленый свет. В городе реализуется программа «Цветущая Самара». С каждым годом газонов и клумб становится все больше. В этом году яркие и ароматные площади увеличатся на треть. Каждому, кто поддержит почин, власти готовы помочь. Да и сами не отстают. Главы районов рассказывают на общегородском совещании, где и в каких количествах расцветут самарские улицы. В районах идет совместная работа с предпринимателями. Владельцы кафе, магазинов, парикмахерских обустраивают входные группы. Украшают цветами крыльцо, двери и балконы. Это и потенциальных клиентов привлекает, и глаз радует. Но мэр Самары напоминает, посадить цветы мало. Надо за ними и ухаживать. Были такие факты, когда предприниматели высаживают цветы, но уходы не обеспечивают. И кое-где эти вазы, они превращались и в пепельницы, по большому счету, да, и цветы там засыхали. Поэтому здесь нужно вести работу и подсказывать предпринимателям о необходимости поддержания благоприятного, благопристойного вида. А задача на будущее, чтобы весь город стал цветущим. И в каждом дворе были свои мастера-садовники, способные создавать красоту, который, по слову известного классика, спасет мир. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Какой будет Самара, что нужно для развития города и на какие проекты следует обратить внимание. Актуальные проблемы и вопросы невозможно решить без взаимодействия властей с общественностью. Именно поэтому глава города и председатель думы всегда прислушиваются к мнению уважаемых людей Самары, принимая важные решения. На заседании общественные палаты обсудили итоги прошедшего года и планы на будущее. Марьяна Мирная продолжит. Открытый диалог между властью и обществом. Главный дирижер Самарской филармонии Михаил Щербаков на заседании общественной палаты предложил предусмотреть в рамках реконструкции городских общественных пространств стационарную концертную площадку на берегу Волги. Мне кажется, что в Самаре очень не хватает вот такой концертной площадки прямо на берегу Волги. Глава Самары Олег Фурсов не только отчитался о проделанной работе за прошедший 2016 год, но и рассказал о грядущих планах Самары, в том числе о перспективе развития набережной. Четвертую очередь набережной. Очень красивый амфитеатр. Потом под Белым домом тоже будет концертная площадка, достаточно большая, в обрамлении фонтанов. Вот Николай Иванович об этом рассказывал. Видели мы эти прекрасные тиски за решение. С момента создания общественной палаты уважаемые люди Самары принимают активное участие в развитии социальных проектов. И это позиция городских властей – учитывать мнение общественности при формировании городской среды. И прислушиваться к людям, которые всю жизнь работают на благо города. Был вопрос о рассмотрении регулируемых тарифов на перевозке пейзажиров и багажа в общественном транспорте. Смотрели вопрос о распределении полномочий между администрацией городской и районными. О качестве доступности универсальных спортивных площадок. О итогах опроса удовлетворенности жителей города качеством услуг управляющих организаций. По этим и другим вопросам общественная палата в течение всего года направляла свои предложения в профильные департаменты. Сотрудничество властей и общественности дает результаты. И непременно продолжится. Тем более, что Самару в ближайший год ждет множество преобразований. Мариана Мирная, Константин Головин. События. За чистоту городских улиц. В Самаре продолжается ликвидация незаконных рекламных счетов. Сейчас в городе насчитывается более 300 таких конструкций. На демонтаж незаконных счетов в этом году направили более 4 миллионов рублей. Разработан план, выданы предписания. За работой на улице Солнечной наблюдала наша съемочная группа. С незаконным рекламным счетом на улице Солнечной справляются в считанные минуты. Работа у монтажников есть круглый год. Сейчас в городе насчитывается больше 300 счетов, владельцы которых поставили их без разрешения и незаконно получают прибыль. С начала года с улиц города убрали больше 50 рекламных счетов. В отношении остальных выданы предписания и демонтаж производится в соответствии с утвержденным графиком. Мониторинг специалисты комитета по наружной рекламе ведут постоянно и выявляют все новые незаконные счеты. Если владелец объявляется, тогда он должен признать, что конструкция его. Если это физическое лицо, он платит штраф в размере 5000 рублей. Если это юридическое лицо, от 500 тысяч рублей. Демонтированную конструкцию отправят на базу хранения, где она будет находиться в течение месяца. И если владелец не объявится, щит утилизируют. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Продажи автоваза в мае выросли на 22%. Ждать ли повышения цен на авто отечественного производства в ближайшее время, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте. В начале недели нефть дешевеет. Барль марки Brent стоит 49 долларов 80 центов. Валюта тоже потеряла в цене. Курс на 6 июня. Доллар 56 рублей 61 копейка, евро 63 рубля 81 копейка. Золото стоит 2298 рублей, серебро 31 рубль 33 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 56 рублей 88 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 50 копеек. В России запустят программу продвижения продуктов, отмеченных знаком качества. Лучшим отечественным и зарубежным товаром выделят отдельные места в супермаркетах. Пятница может стать выходным днем, уже через 15 лет, а рабочий день сократится на 2 часа, заявили представители Минтруда. Это станет возможным благодаря внедрению роботов на производство. А продажи автоваза в мае выросли больше чем на 20%, до 22 400 авто. Кстати, глава автоконцерна Николя Мор пообещал, до конца года цены на машины подниматься не будут. На этом все, удачи в делах! Два месяца домашнего ареста, такую меру пресечения для Сергея Рубакова, руководителя городского департамента градостроительства, избрал сегодня Самарский районный суд. Под домашним арестом подозреваемый будет находиться в квартире своей жены и двух дочерей. Сергей Рубаков сможет гулять по 2 часа каждый вечер, а также иметь возможность связаться с адвокатом и вызвать экстренные службы. Напомним, против Сергея Рубакова возбуждено уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». По информации следственных органов, в мае этого года Сергей Рубаков предложил некоему гражданину свое посредничество при передаче в качестве взятки 2,5 миллионов рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела. 2 июня подозреваемый получил эти деньги, находясь в одном из ресторанов Самары, после чего был задержан сотрудниками ФСБ на месте происшествия. Свою вину Сергей Рубаков не отрицает и сотрудничает со следствием. Как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей, ни людей, которые тебя просят, а потом тебя же представили. С этих денег ни копейки не должно было достаться. То есть вы сам факт не отрицать? Сам факт не отрицать, а как это все глупо отрицать? Он получил 2,5 миллиона из этих денег, то есть миллион 100 были денежные средства, миллион 400 был муляж. После того, как он получил денежные средства, он был задержан сотрудниками ФСБ России по Самарской области. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается в отношении подозреваемого избранного меры пресечения в виде домашнего ареста. Конфликт неправонарушения. Дело об инциденте в автобусе 70 маршрута, когда пенсионер отказался платить за проезд, разрешено в досудебном порядке. Административное рассмотрение состоялось в советском районном суде Самары. Прессу попросили удалиться из зала по требованию одной из сторон, чтобы не предавать материалам публичной огласки. Адвокат Андрей Соколов, представляющий интересы Николая Ухаботина, счел, что обычная ситуация, возникшая в общественном транспорте, не должна становиться поводом для политических оценок. В итоге стороны пришли к мировому соглашению. Производство прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Ранее военный пенсионер Николай Ухаботин заявлял, что водители кондуктора автобуса, принадлежащего предприятию Самара Автогаз, силой пытались выгнать его из автобуса. Лимит социальной транспортной карты пенсионера на 60 поездок был исчерпан. Оплатить наличными он отказался. По словам Николая Ухаботина, так ему посоветовали в Управлении социальной защиты. На данный момент конфликт исчерпан. 30 мая у нас, что произошел конфликт, настоящий перевозчик и я с пониманием, отнеслись к данному конфликту, с пониманием. Перевозчик оказался добропорядочным. В настоящее время мы заключили мировое соглашение. Конфликт урагулирован. Мы с пониманием и перевозчик, и я с пониманием, отнеслись к данному конфликту. Это может быть проблемным. Мы все решили, все вопросы мировое соглашение заключили. Вперед к лету и теплу. 450 самарских детей отправились в детский оздоровительный комплекс «Дружба» в Краснодарском крае. На вокзале друг с другом они делились впечатлениями, своими ожиданиями и планами на отдых. К морю и новым друзьям ребят провожал наш корреспондент. Воспитанники детского центра «Единство» располагаются в своих купе и с нетерпением ждут отправки поезда. Впереди три недели веселых приключений на море. И ребята всегда ожидают отличного отдыха. Дети с радостью, когда узнали, что они едут на море, а именно в Сочи, очень позитивно приняли это все и с радостью просто собирали вещи, собирались. У них большие планы искупаться в море, побывать на солнышке, чтобы было много впечатлений. Ну как-то и расширить кругозор, наверное, детям. Отдыхать к Черноморским берегам едут 450 ребят. Детей из малообеспеченных и многодетных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А также воспитанники центра в помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А едут они на специальном составе. Для комфортной дороги ребят окружили всеми удобствами. Все вагоны последних лет постройки оборудованы системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. Кроме этого, оборудованы спутниковой связью и поездной радиоустановкой. Самарские дети за пределами области организованно отдыхают с 2010 года. Приоритетными местами отдыха являются лагеря на Черноморском побережье. В этом году ребята впервые поедут в комплекс «Дружба» в Лазаревском районе города Сочи. Лагерь «Дружба», который не просто примет наших детей гостеприимно, но еще организаторы с Краснодарского края пошли нам на очень большие, так сказать, партнерские бонусы, будем так называть. И наши дети, которые приедут в Туапсе, они будут потом со станции Туапсе организованной электричкой «Ласточка» отправлены на ту станцию, которая близко к лагерю. Путевку в детский оздоровительный комплекс «Дружба» получили ребята в возрасте от 7 до 14 лет, имеющие успехи в учебе, спорте, творчестве и иных видах деятельности. Для всех путевки бесплатные. Отдохнувшие ребята в Самару вернутся 24 июня. Марина Матвеевшина, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. «Читаем Толстого вместе». Самара Гиз запускает новый проект. В год столетия революции в городе, где каждая улица Старого Центра буквально дышит историей, где жил и творил писатель Алексей Толстой, все сошлось к тому, чтобы познакомить самарцев с Золотым фондом отечественной литературы. Сегодня выходит первый выпуск программы «Читаем Толстого». Подробнее о новом проекте расскажет Олеся Корецкая. Новый проект «Самара Гиз» захватил всех. Толстого читают артисты театра, музыканты, художники, политики, журналисты, экономисты, бизнесмены и все самарцы. «Солдаты, я поздравляю вас!» «Да тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратора». Знаменитая трилогия «Хождение по мукам» знакома почти каждому. В ней осмысливается опыт революции и гражданской войны. События столетней давности продолжают волновать и по сей день. Тем более, что действия происходят и в революционной Самаре в том числе. Крик стоял по всей площади. Казалось, еще немного, и весь ряд извозчиков налетит на вокзал. Город, казалось, крепко спал. И бой, бега дня, крики только приснились. Знакомый, едва заметный запах изумительных духов исходил от всех этих невинных вещей. Читаем Толстого под руководством историка, литературы, веда и ведущего телеканала «Самары ГИС» Михаила Перепелкина. «Ну, подумать же, сестры, это за границей писалось, он же перерабатывал». Михаил Анатольевич уверен, перечитывание самарских страниц романа позволит и участникам этой акции, и зрителям почувствовать себя внутри событий начала 20 века. Революция осталась в прошлом, но революция продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока не подведены все ее итоги. Нам, разумеется, их тоже не подвести. Но мы попробуем сделать то, что в наших силах. Посмотреть на революционные события изнутри них самих. Неторопливое, вдумчивое чтение выглядит необычно на фоне современного ритма жизни с его информационным водоворотом и постоянным отсутствием времени. А время начала трансляции во сколько? Вот 5 июня показывают одного человека. Ну, то есть вот мы с вами сейчас запишемся, пять человек. В понедельник будет один, во вторник – второй. И так каждый день, начиная с сегодня, 5 июня, а каждую пятницу – большой выпуск в 18.30. Олеся Корецкая, событие. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре разыскивают 12-летнюю школьницу. Сегодня полицейские добровольцы отправились на поиски пропавшей Дарьи Тарасовой. В пятницу, 2 июня, девочка вышла из дома в селе Яблоневый овраг Волжского района. И до сих пор не вернулась. Последний раз ее видели на берегу реки Чапаевка. В день исчезновения на Дарье были черные короткие шорты, розовый купальник. Приметы, рост около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые длинные, глаза голубые. Всех, кто располагает информацией, просьба позвонить по телефону, который вы видите на экране, или по номеру 02. Задержан за незаконный промысел. Сотрудники ДПС задержали 37-летнего жителя города, который незаконно ловил рыбу в местах Нереста на озере Гатное в Куйбышевском районе. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили резиновую лодку, рыболовную сеть длиной 100 метров и улов 50 рыб. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных ресурсов». Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и незаконный оборот наркотиков. Следствие продолжается. В Самарской области потеплее до 22 градусов. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В ночь на 6 июня также ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Столбик термометра опустится до 6 градусов. Днем в области ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла. По сведениям Гидрометцентра России, в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений. Хотите побывать на пяти континентах за один вечер? Идите в цирк. В Самаре с гастролями впервые Королевский цирк Гии и Радзе. Летающие тигры, крылатые лошади и рояль с фонтанами. Все, на что способна и человеческая фантазия, можно увидеть в шоу. В мире сказок побывала Марианна Мирная. Этот привет для самарцев от легенды цирка Олега Попова был записан 5 лет назад. И вот теперь видеоролик добрался до адресата. Цирк имени Олега Попова принимает на своем манеже уникальное шоу, признанное лучшим на мировой арене. Королевский цирк. Сыграть премьеру и показать эксклюзивный номер с большими кошками приехал генеральный директор и продюсер проекта, заслуженный артист Грузии Гии и Радзе. Я всю мою жизнь посвятил цирку. И я ничем больше, кроме цирка, не занимался. Вся моя жизнь прошла в этих стенах. Потому что цирк – это не работа для меня, это жизнь, это образ жизни, это гастроли, поезда, самолеты, корабли. В 11 лет Гии и Радзе заболел цирком, сбежал из дома и связал свою жизнь с этим искусством. За 27 лет карьеры был и джигитом, и гимнастом, и дрессировщиком всевозможных экзотических животных. И сегодня его аттракцион с тиграми и львами единственный во всем мире. Такого шоу Самара еще не видела в театрализованном представлении. Есть все – пегас с крыльями, полеты на хрустальных люстрах, рояль с фонтанами. Все шоу ограничивается безграничной фантазией Гии и Радзе. Все понравилось, красочно, ярко. В общем, в цирк ходим часто, но такого не видели. Все понравилось. Очень часто ходил в цирк, но это здорово. Шоу красивое, конечно. Королевский цирк пробудет в Самаре до 9 июля. Зрители уже тепло приняли гастролеров. Артисты сполна получили то, ради чего выходят на сцену. Заслуженные аплодисменты. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Жизнь в кадрах. Самарский фотограф Сергей Баранов отметил свое 70-летие персональной выставкой в галерее Вавилон. Посетителям открылись кадры, которые долгое время были неизданными. Юбиляры поздравил Андрей Горгуленко. Сергей Баранов с фотоаппаратом давно на «ты». За плечами больше 40 лет работы фотокорреспондентом. И с каждым годом Сергей все больше укреплялся во мнении. Фотография – особое искусство. Фотография – это как бы отражение нашей жизни всей. Вот то, что мы имеем. Там есть вот город, какой был в 75-м году. Там есть вот улица Фрунзе, каток, асфальт кладут. И сейчас как город преображается. Вот есть это отражение, чтобы народ видел то, что было и что становится сейчас. Персональную выставку, посвященную своему 70-летию, Сергей презентовал в галерее Вавилон не случайно. Мастер давно дружит с галереей и часто фотографирует их экспозиции. 18 лет галереи. С первого дня мы попали в объектив нашего любимого фотографа Сергея Баранова. Это не просто какие-то отношения, это теплая такая нежная дружба. И вот сегодня впервые Сергей выставляется в этой галерее. Люди, города, сюжеты, целые истории и жанровые работы. Снимки поражают своим разнообразием. Все они выглядят живо и естественно. Именно искренностью кадры восхищаются посетители. Много таких интересных моментов. Через лужу прыгает. Ты так узнаешься в нашей действительности. Он так озабочен, чтобы не попасть в лужу. Глаза горят. Замечательная работа. Сейчас продолжишь с удовольствием осмотра. Футовыставка в галерее будет радовать гостей еще две недели. Но не исключено, что при большом интересе выставку продлят. Андрей Горгуленко, Константин Главин. События. Все на футбол. В Самаре стартовал ежегодный всероссийский турнир «Кожаный мяч». Школьники от 10 до 14 лет в июне будут соревноваться за право представлять Самару на областном этапе. Но для большинства мальчишек и девчонок все же главное не победа, а участие. На открытии турнира побывал Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Товарищеский матч между администрацией Самарского района и родителями юных футболистов. Так стартовал турнир «Кожаный мяч». Соревнования проходят в Самаре уже много лет и с каждым годом команд все больше. В этом году не только мальчишки, но и девчонки соревнуются в любимой игре. Самарский район можно назвать самым футбольным в городе. У нас вот открыли на улице Ленинградской часы обратного отчета, которые людям будут показывать, когда уже состоится это грандиозное событие. Мы, как «Козел» в «Скультуру и спорта» проводим футбольные турниры, мероприятия, различный популяризирующий футбол. Проходил у нас турнир по киберфутболу в этом году на приставках. «Кожаный мяч» разыграют в двух возрастных категориях до 11 и до 14 лет. Главные фанаты футбольных баталий, конечно, родители. Ты никому не вложишь в голову ничего. Скажи, будь собой, он сам будет уже достигать своих возможностей и быть рядом всегда. Ну и, конечно, поддерживать, бумарать. Дворовые команды готовят к турниру тренеры-общественники. Именно они уже в этих юных мальчишках способны разглядеть будущих звезд большого футбола. «Перспективы есть у каждого ребенка. Видно, кто-то технику хорош, кто-то скорости. То есть ребята растут. Можно, конечно, из них лепить что-то, делать из них что-то. Больших футболистов». В июне пройдет районный этап соревнований «Кожаный мяч». Затем победители сыграют в городском финале. В августе лучшие футболисты будут защищать честь Самары на областном турнире. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!